Что касается экологических организаций и как мы селектируем тех, кто искренне заботится о сохранении природы, либо о тех, кто хочет на этом заработать. Вы знаете, дело даже не в иностранных агентах. Хотя и экологические организации иногда используются нашими конкурентами для того, чтобы притопить растущие сегменты, скажем, инфраструктуры российской, либо генерации в вашем случае и так далее. Я очень хорошо помню, как иностранные правительства заряжали некоторые экологические организации при строительстве некоторых объектов морской и портовой инфраструктуры. Мы просто достоверно знали, сколько денег направлено на срыв тех или иных проектов. Они сегодня работают, слава богу. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы экологии. И применительно к Росатому, конечно, может быть, в первую очередь. Но Росатом у нас одна из ведущих мировых компаний. Ее современные технологии постфокусимского периода признаны и МАГАТЭ, и международными экспертами, как признаны самыми безопасными в мире. Это абсолютно очевидная вещь. У нас учтено все, что происходило и в Советском Союзе, все катастрофы, и в мире в этой сфере. И созданы реально безопасные технологии. Но от злоупотреблений вопросами экологии никто не гарантирован. Я очень хорошо помню разговор с одним из своих иностранных друзей, к которому явился его многолетний приятель, работающий в Международной экологической организации, и сказал, что с вас 30 миллионов долларов, ну, евро. Лучше отдайте добровольно, и все будет хорошо. Лучше согласитесь. Они провели Совет директоров и приняли решение заплатить. Заплатили. Такое бывает. Мы знаем это, имеем в виду. Ответом может быть только что? Не отмахивание. К сожалению, и от них отмахиваться нельзя. Ответом может быть только глубокое профессиональное изучение вопроса с точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности.